Вы смотрите программа «Губерния» и вот главная тема выпуска. Капитальное ЧП в Нерли, капремонт крыши детского сада «Сказка» закончился масштабными протечками. Что же случилось, узнала наша съемочная группа. В этом году на модернизацию коммунальной сферы области направили 147 миллионов рублей. В селе Парское Родниковского района по программе частного государственного партнерства обновляют котельную. Какие еще объекты требуют ремонта, расскажем. Спортивные залы за три года обновили в 30 с лишним школах Иваново. В 22-м лицее два зала и оба капитально отремонтировали. Покажем как. Журналист Алексей Машкевича судят за клевету в отношении судьи. В деле есть экспертиза. С выводами он не согласен. Ни педагог, ни математик, ни специалист по иностранному языку не могли делать психолога-ингвистической экспертизы. За делом Машкевича следит известный правозащитник. Он назвал действия прокурора произволом. Цены на бензин демонстрируют тенденцию к росту. Почем известные марки на ивановских заправках? Мы изучали. Налоговые льготы и готовые условия для запуска производства. Особая экономическая зона Иваново, куда входит город Иваново и родники, в топе российского рейтинга. Не нравилось бы, не работали. Какие планы у предприятий-резидентов? Расскажем. А также не пропустите. Бешенство в Роспотребнадзоре подсчитали число укушенных. Спать не давал. Шуйского бузатера нежно принял полицейский наряд. Соседский скандал разгорелся так, что пришлось вызывать пожарных. А следователи возбудили уголовное дело. Хроника происшествий в нашем эфире. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Начнем выпуск с трагического сообщения. В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб Андрей Дикин из Ивановской области. Андрей Руфович Дикин проходил военную службу на территории Нижегородской области. Он был водителем, разведчиком штурмового отряда. При исполнении воинского долга проявил отвагу, мужество и самоотверженность. Умер в госпитале от полученных ран. В среду похоронен на родине в селе Мугреево-Никольское. Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким погибшего. К другим темам. В этом году на модернизацию коммунальной сферы области направили 147 миллионов рублей. В селе Парское Родниковского района обновляют котельную. Какие еще объекты в муниципалитете требуют ремонта? Расскажет Марина Зенина. Село Парское, Родниковский район. Здесь 11 многоквартирных домов, школа и офис врача. Старую котельную построили еще в советские годы. Оборудование не меняли более 30 лет. На холод селяне не жаловались, но котлы и насосы здесь регулярно выходили из строя. В этом году объект вошел в программу частно-государственного партнерства. Развели демонтаж старого оборудования, то есть четырех котлов, насевых насосов, подпиточных. В данный момент все это установили. Новые котлы Аргус, которые пришли к нам, установили сетевые, подпиточные. Сейчас в данный момент идет обвязка этих котлов, обвязка насосов. И в дальнейшем продолжаться будут работы. Модернизацию финансировали из трех источников. Большую часть средств выделили из областного бюджета. Около 15% вложил арендатор и 5% районная администрация. Ремонт должны закончить в сентябре. В селе Сосновец отапливают 14 многоквартирных домов. Есть школы, детский сад, офис врача общей практики, дом культуры. Всего проживает около 270 человек. Капремонт котельной здесь провели в прошлом году. Отопительный сезон прошел хорошо. Коэффициент полезного действия нового оборудования выше на 15%. Здесь заменили три котла. Один старый стоит как резервный. Чтобы войти в программу частного государственного партнерства, в муниципалитетах должны разработать проектно-сметную документацию. Выбирают населенные пункты в правительстве по числу жителей, наличию соцобъектов и предприятий. Для участия в программе следующего года в Родниковском районе чиновники формируют сразу несколько смет. У нас есть потребность в городе Родники менять котельную, которая отапливает часть микрорайона, тоже проводить там модернизацию. Также требуется у двух школ и котельной тоже модернизацию. По словам Александра Шабатинского, еще до запуска программы в 2021 году износ сетей в области превышал 65%. Тогда выполнили работы по строительству и ремонту объектов теплоснабжения и водоснабжения в 29 муниципалитетах. Мы модернизируем котельные и за счет программы модернизации, и за счет еще концессионных соглашений. Вот один из вариантов. Вот Михалева сделана в Юрьевецком районе, там, где приходит газ. Это Лугский район. Эту сферу более-менее стабилизировали. И, по крайней мере, мы приостановили рост износа сетей. В прошлом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделили 146 миллионов рублей. В этом объем финансирования чуть выше. На эти цели направили почти 150 миллионов рублей. Марина Зенина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». После ремонта они тоже плачут. В поселке Нерли капитальный ремонт крыши детского сада «Сказка» закончился тем, что капитально ремонтировать теперь придется весь сад. Подрядчик начал работу и пропал, оставив помещение буквально под открытым небом. После дождей в группах детсада сильные протечки. Из Нерли репортаж Натальи Сергеевой. А мы думали, в сказку попали. Но попали в суровую реальность. Программа капитального ремонта крыши для детского сада в поселке Нерль закончилась горькими слезами. О протечках нам сообщили обеспокоенные родители. У меня ходит четвертый ребенок в этот сад. Сейчас уже и внук сюда в этот сад ходит. 1 июня у нас закрыли сад на ремонт. В отпуск и на ремонт. И как бы раскрыли крышу. И, как говорится, потекло. Помещение стало заливать дождями. Сейчас в саду отсутствует электричество, потому что электропроводку затопило. Было замыкание. Да, есть подтверждение пожарной, что вызов был два раза. Приезжали все это. Детский сад «Сказка». Учреждение, которое не страдает от отсутствия внимания. Построен был в 1984 году. В 2013 тут уже делали ремонт. Меняли оконные блоки на пластиковые. Уличные площадки – современные, а асфальт – новый. В этом году сад попал в губернаторскую программу по капитальному ремонту. Как вышло, что подрядчик просто пропал с объекта, объяснить сложно. Он открыл крышу, а дальше что? И пропал? Ну, дожди, начинали с дожди. Но крыша была закрыта пленкой. Но все равно пленка особо не спасла. То есть вы были в курсе, что… Конечно, мы же здесь были на работе. Мы же были на работе здесь, мы никуда не уходили. Группы сада оставались практически под открытым небом ни день и ни два. Воду и последствия подтопления устраняли своими руками сотрудники «Сказки». Объемы протечек колоссальные. От протечек пострадали практически все помещения, второго этажа и часть помещений первого. А все потому, что крыша в разобранном виде находилась больше месяца. И где все это время были рабочие, ну а самое главное подрядчик, этот вопрос мы задали администрации Тейковского района. Мы планировали, что в июне мы завершим. Вот видите, непредвиденные ситуации. То есть скрыли крышу, материалы им не подвезли. И во время дождя произошла протечка. Открыто крыша была больше месяца. Да. И все как об этом знали, да? Ну получается и район, и заведующий все знали. Ну да, ну смотрите, у них несколько объектов. Даже у нас в районе. То есть они делают у нас Елховскую школу и здесь. То есть мы в принципе знали, что у них еще по области, наверное, три объекта. Как только в начале июля администрация района узнала о проблеме, вызвали подрядчика. Рабочих он быстро нашел. Сейчас кровля практически готова. Но неизвестно, как себя еще покажет. Крыша на скорую руку. Подрядчик некий ИП Ксенофонтов по контракту обязался капитально сделать крышу за миллион семьсот тысяч рублей. А сейчас за свой счет будет проводить ремонт и в группах. Протечка потолка, стен. Вот здесь, в нерабочей группе, все. Сколько помещений? Две группы. Две группы. И пищеблок. Все остальное пока... Нет, ну пока сначала основное, чтобы 1 августа открыться нам. А остальное в процессе будем доделывать. Итак, обещают все привести в порядок уже к 1 августа. В сказку ходят более 60 детей. Больше половины сейчас сидят дома. Родители беспокоят, что работы затянутся. И дети так и не смогут вернуться в родные стены. Нам обещали 1 июля открыть сад. Мы до сих пор его не открыли. Мы ждем. И каждую, каждую, каждую неделю нам говорят 3-5 дней, 3-5 дней. Вот уже проходит сколько времени 3-5 дней-то? 1 августа скоро. И 1 августа он не откроется. Мы, конечно, надеемся, что он откроется, но я не знаю. Для детей из сказки работает дежурная группа еще в одном саду Нерли. Туда ходят 23 ребенка. Если понадобится, откроют еще, говорят в районной администрации. В целом, в Тейковском районе в этом году капитально ремонтируют 3 сада. В двух других дела в порядке. Тут тоже, все надеются, будет сказка со счастливым концом. Наталья Сергеева, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». За три года в Иванове более 30 школ получили новые спортивные залы. Капитальные ремонты проводились по областной программе «Спортшкола-город». Нынешним летом, в своей очереди, дождались 8-я, 22-я, 23-я и 30-я школы. Это 22-й лицей. Сейчас здесь ремонтируют второй спортивный зал в основном корпусе школы. Первый был приведен в порядок еще в 2020 году. В зале заменят электрику, система отопления, окна, выполнят отделку. По периметру будут установлены травмобезопасные защитные краны и современное спортивное покрытие. На ремонт и закупку нового инвентаря выделено более 3 миллионов рублей. Городское руководство оценило качество и ход работ в школе. Причем не только в спортзале. Также посмотрели, как содержится площадка, которая тоже была два года назад, уличная, сделана спортивная, в идеальном состоянии просто. И сейчас посмотрим еще работы на перспективу. В настоящее время в 22-м лице закончены уже работы по монтажу пожарной сигнализации, по самым современным требованиям. И также кровлю ремонтируем этапами. На этот год предусмотрено было около 500 тысяч рублей. Директор лицея рассказала гостям, что школьники активно пользуются всеми новыми возможностями. Играют в волейбол, баскетбол и футбол. Тут есть секции. Занимаются легкой атлетикой и ушу. Наши дети любят спорт. Что можно говорить, если подтверждением является первомайская легкоатлетическая стафета. Мы уже много лет занимаем первые места и девочки, и мальчики. Во-вторых, призовые места в президентских соревнованиях. Наша школа представляет Ивановскую область в Туапсе, по-моему, там были, ездили на уровне всей Российской Федерации. И занимает в спартакиаде школьников тоже самые призовые места. Любопытно, что дизайн-проекты для капитального ремонта обоих спортивных залов были подготовлены одним из родителей. Татьяна Прокопенко, телекомпания Барс. Теперь о происшествиях. Сразу два трагических случая на воде произошли в понедельник. Так, в половине десятого вечера спасателям поступило сообщение, что в старой Вичуге с акватории реки Вичужанка достали тело мужчины. А уже в 11-м часу вечера стало известно о трагедии в Новых Горках. Там из озера достали еще одного утонувшего. А вот от огня во вторник никто не погиб и не пострадал. Хотя несколько построек сгорели. Вичуги-огнеборцы тушили жилой дом и хоздвор на Красной улице. Пожар удалось ликвидировать на площади почти в 100 квадратных метров. Горел частный дом и в Дунилове Шуйского района. Там огонь разгулялся на площади в 24 квадратных метра. В Иванове тушили гараж на Вележской улице и дом в Кирпичном переулке. Его поджег пьяный Ивановец, желая отомстить хозяину дома за якобы нанесенное накануне телесные повреждения. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело за покушение на убийство. В момент поджога дома находился не только глава семьи, но также его жена и сын-подросток. Он и заметил огонь вовремя. Дом сгорел. Подозреваемый задержан. В дорожных происшествиях во вторник пострадали два водителя мопедов. Оба в больницах. В деревне Калачево пьяный сам упал с двухколесного транспорта. А вот в Иванове мопедиста сбила машина. Это случилось на Минской улице. Автомобилист не уступил дорогу. Еще одна авария случилась утром на улице Хлебникова. Ауди, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил ВАЗ, который ехал по главной. От удара отечественная машина отлетела в Рено. Водитель ВАЗа потребовала с помощью медиков. Ее оказали на месте. А это уже Лежневская улица на въезде в Иваново. Здесь обошлось без пострадавших. А расположение машин заставило гадать очевидцев, как Жириной и Лада могли столкнуться. Жители нескольких домов на набережной улице Шуи ночью в среду разбудил неизвестный дебошир. Мужчина в неадекватном состоянии стучал по машине, бросал камни в окна. Как рассказывают очевидцы, жильцы многоквартирных домов вынужденно проснули с половины четвертого утра. Неизвестный мужчина во дворе бил по автомобилю, из-за чего сработала сигнализация. Потом залезал на козырек, над дверью подъезда бросал камни в окна. Разбуженные жители вызвали полицию. Наряд забрал дебошира с собой. Правда, для этого полицейским пришлось постараться. Мужчина не хотел залезать в машину правоохранителя. Его пришлось туда буквально заталкивать. Стоимость бензина в Ивановской области установила новый рекорд. Так, в среду в областном центре на заправках «Газпромнефть» бензин АИ-92 стоил 48 рублей 45 копеек за литр. Цена на другую марку высокооктанового АИ-95 тоже выросла и составила 50 рублей 60 копеек. Между тем, ненамного подорожало и дизельное топливо. Сейчас его предлагают по цене 55 рублей 95 копеек за литр. Исходя из статистических данных, за последний месяц 92-й и 95-й подорожали почти на рубль. Солярка в среднем поднялась в цене на 10 копеек. Как показала практика прошлогодних наблюдений, если стоимость топлива растет, то это влияет и на транспортные расходы, и на цену продуктов питания. Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. Налоговые льготы и готовые условия для запуска производства. Особая экономическая зона Иваново, куда входит город Иваново и родники, в топе российского рейтинга. Мне нравилось бы, они работали. Какие планы у предприятий-резидентов, расскажем. Наша съемочная группа сегодня приехала в лагерь строительный. А все потому, что именно сегодня здесь открылась первая профильная смена российского движения детей и молодежи. Что такое движение первых и чем здесь все три недели будут заниматься детям, узнала и расскажет Наталья Сергеева. Налоговые льготы и готовые условия для запуска производства. Особая экономическая зона Иваново, куда входит город Иваново и родники, в топе российского рейтинга. Как работают предприятия-резиденты и какие планы у руководителей, расскажем в репортаже. Особую экономическую зону Иваново, куда входит Иваново и родники, создали в ковидный год. Несколько предприятий из-за ограничений так и не смогли запустить бизнес. Однако агентству по привлечению инвестиций удалось найти им замену. В итоге, по оценке Минэкономразвития, ивановские предприниматели добились впечатляющих результатов. По итогам 2022 года уже работало 7 резидентов, которые создали текстильный кластер и вложили почти 6 миллиардов рублей. Иваново заняло 8 место в рейтинге промышленно-производственных особых экономических зон. На сегодняшний день всего в особой экономической зоне Иваново создано 1300 рабочих мест. Четыре предприятия уже запустили свои проекты. Это легкая промышленность, логистический центр, производство строительных материалов. Часть еще строится. Привлекают бизнес прежде всего налоговые льготы. Это налог на прибыль в течение 7 лет. Резиденты платят всего 2%. Это федеральный бюджет, местный бюджет не платит налог на прибыль. Нулевой налог на имущество, транспортный налог, земельный налог. На площадке активно работает и развивается предприятие «Родники и текстиль». Выпускают здесь ткани для постельного белья, полотенец, штор, спецодежды, текстиль для кухни. Среди клиентов крупные торговые сети и такие корпорации, как «Газпром», «Аэрофлот», «РЖД». По словам директора, условия особой экономической зоны позволяют заниматься модернизацией. Реализуем программу комплексной модернизации красного домашнего производства. В рамках текущего этапа мы полностью обновляем приготовительный участок перешейбового возможности. Устанавливаем новые линии заключительной отделки, новые химстанции, участки заключительной отделки и станции рекуперации «Каустика». Часть оборудования уже смонтировали. Скоро перейдут к пусконаладке. За последние полгода численность сотрудников увеличилась на 100 человек. Сейчас здесь работают 750. Любовь Гордеева трудится уже 15 лет. Условия труда очень хорошие. Пряжа поступает вовремя. Спецодежды нас обеспечивают. Транспортом нас доставляют. То есть, все нам нравится. Зарплат платят вовремя. И еще один плюс особой экономической зоны – резиденты могут пользоваться государственной инфраструктурой. В Родниках, например, к концу следующего года планируют запустить современные очистные сооружения. Их строительство должно окупиться за счет налогов, которые бизнес принесет в бюджет. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Прокуратура Октябрьского района оштрафовала подрядчика, который ведет ремонт на проспекте Ленина. Надзорный орган выявил, что подрядчик нарушений закона не обеспечил информирование водителей о том, что они приближаются к опасному участку дороги, где ведутся ремонтные работы. Прокурор района внес представление заместителю гендиректора компании. Было возбуждено административное дело. По результатам его рассмотрения был назначен штраф в 20 тысяч рублей. А нарушение устранено. В Иванове продолжают судить журналист Алексея Машкевича. Его обвиняют в клевете в отношении судьи. В деле есть психолого-лингвистическая экспертиза. С ее выводами подсудимый не согласился. Дарья Костина с подробностями. Лето прошлого года журналисту Алексею Машкевичу передают аудиозапись. На ней разговор из зала суда. На портале 1000инф он публикует расшифровку. И вот эту фразу, адресованную подсудимому, он приписывает судье Юлии Раскиной. Давайте послушаем. Вы просто будете сидеть и слушать свои показания. А на следующем судебном она будет продолжать вас спрашивать по вашим показаниям. Внимательно слушайте, дома еще читайте. И это будет репетиция того, что будет в большом заседании. Чтобы вы понимали, какой будет круг вопросов и отработали ответы. Сейчас прогоним в этом заседании, потом будет легче. Оказалось, фразу произнесла прокурор Кирпичева, а не судья Раскина. Как это выяснилось, Машкевич признал, что ошибся, перепутал голоса, опубликовал извинения. Но уголовное дело возбудили по статье клевета в отношении судьи. Машкевич не считает себя виновным, ведь статья подразумевает умысел. То есть журналист якобы знал, что это не голос судьи, но намеренно опорочил ее. В деле есть психолого-лингвистическая экспертиза. Выводы таковы. В тексте Машкевича имеются сведения о совершении судьей Раскиной противоправных действий. Негативная информация выражена путем создания вымышленного эпизода о деятельности. Высказывание выражено в форме утверждения. Неприличную форму не имеют. На заседании в среду сторона защиты ходатайствовала о признании данной экспертизы недопустимым доказательством, усомнившись в квалификации экспертов. Тогда прокурор представил суду копии их дипломов, подчеркнув, эксперт Тарасов – преподаватель иностранного языка, кандидат политических наук. Крюкова – учитель математики, кандидат педагогических наук. Подсудимый поблагодарил прокурора, считая, что эти дипломы как раз и подтверждают отсутствие у авторов экспертизы специальных познаний. Каким-то образом исследовав два мои текста, они сделали вывод, что я знал о том, что приписываю голос Кирпичевой Раскиной. Как это сделано, я не знаю. То есть мой адвокат, там, четыре листа возражений. Мы послали эту экспертизу на анализы в Москву и в Воронеж, в Центр поддержки СМИ, там, везде разводят руками. Знакомые, как бы мои бывшие работники Следственного комитета, говорят, что она оформлена. Ну, то есть там все не так, там все не так. Но при этом, вы же слышали, все эти аргументы наталкиваются на слова прокурора о том, что я не вижу нарушений. Судья после технического перерыва отказала в удовлетворении ходатайства защиты. Экспертизе будет дана оценка суда. На заседании прокурор попросил еще раз исследовать два фрагмента аудиозаписи, чтобы задать вопрос подсудимому. Другая сторона была против. Аргументы записи прослушивались несколько раз, а сам Машкевич признавал, что голоса перепутал. Я это признал на предварительном следствии. И то, что мы уже пять раз слушали эту запись, и то, что я признал свою ошибку, то есть шестой раз я возражаю. Ну, это как-то сказка про белого бычка какая-то. Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Два фрагмента были заслушаны. На первом – голос гособвинителя Кирпичевой, на втором – судьи Раскиной. Для вашего восприятия они схожи, сами голоса? Алексей Машкевич прокомментировал. На заседании вновь доказывают доказанное, заставляют признать признанное. Добавил, он не помнит, каким образом расшифровывал записи. Сразу все или частями? Я допустил ошибку, да. Но это не было умышленной ошибкой. Тогда я перепутал голоса. Вы это хотите услышать? Сейчас я знаю, что это разные голоса. Ну, когда-то я не знал, что дважды 24. А потом узнал. За этим процессом следит правозащитник Сергей Вальков. Считает, дело общественно значимым. Ну, потому что опять пытаются наехать, грубо говоря, преследовать прессу, не дать ей спокойно работать. Я считаю, что вообще гражданам Российской Федерации очень полезно было бы посещать вот такие судебные заседания, чтобы увидеть, в какой стране они живут и что в ней происходит. Ну, о том, что прокурор предъявляет обвинения бессмысленные, по сути. На возражения защиты конкретные по фактам. Прокурор говорит, все законно, ничего не говоря по существу аргументов защиты. То есть это произвол, это вообще беспрецедентно. Принюс сторон, как ожидал подсудимый, перейти не успели. Следующее заседание назначено на 7 августа. За клевету в отношении судьи грозит штраф до 2 миллионов рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Дарья Костина, Сергей Степакин, телекомпания «Барс». В Ивановской области в этом году Роспотребнадзор зафиксировал 6 случаев бешенства у животных в Комсомольском, Пестяковском, Родниковском и Фурмановском районах. Основную роль в распространении болезни играет лисица. В четырех случаях бешенство выявили именно у рыжих хищниц. Зараженными также оказались уссурийские еноты и собака. Случаев, когда заболевали люди, в регионе не фиксировалось с 1963 года. При этом ежегодно в больницы обращаются сотни пострадавших от укусов животных. Так, в нынешнем году уже было зафиксировано 963 подобных обращения. Четверть случаев пришлось на детей младше 14 лет. Врачи рекомендуют после укуса или получения царапины даже от внешне здорового животного сразу же обработать рану водой с мылом, наложить повязку и обратиться в больницу. Впервые в регионе стартовала профильная лагерная смена для ребят, которые являются частью российского движения детей и молодежи. Оно так и называется – Движение первых. Подобные летние кампании сейчас проходят по всей стране. К открытию смены в детском оздоровительном лагере «Строитель» присоединилась и наша съемочная группа. В «Строителе» началась третья смена. Лагерь стал гостеприимной площадкой для 400 ребят из Ивановской и Владимирской областей. По вполне привычному сценарию открытие начиная с торжественной линейки, поднятия флага и гимна России. Триколором, как волной, буквально накрывает с головой всех ребят. Среди всех выделяется вот этот отряд в «Синих футболках». Это активисты Движения первых. В стране оно было создано в конце прошлого года. Ивановская область сразу же присоединилась к движению детей и молодежи. Его основная задача – выявить таланты и создать для всех ребят единую среду в стране. Дать равные возможности для развития и самореализации. В своей жизни ты не пассажир, ты пилот. Если ты есть, будь лучшим. Если ты есть, будь первым. Отдыхают ребята в рамках профильной смены юной парламентарии. Хотя отдых тут активный. Ведь в течение трех недель ребят ждет большая образовательная программа. Стать частью отряда первых в лагерь пригласили самых инициативных и активных ребят. Артем, расскажи, у вас смена юной парламентарии. И вообще для чего это нужно и что вы делаете? Это что, такие как мы развивались, мы занимаемся такими риторикой, медиа и тайм-менеджмент. Артему 14, он живет и учится в пестяках. Говорит, такая смена, да и вообще движение первых, для него шанс выйти за рамки района. Хочет связать свое будущее с программированием. Сам изучает компьютерные языки, а еще пишет электронную музыку. Скоро может что-нибудь выйдет на площадке. На какой ждать? На всех, на ВК, Спотифай. Вот это вот все. Нелекомо мне не платили. Поздравить ребят с началом интересной образовательной смены приехал председатель молодежной палаты. С движением первых молодежка заключила соглашение о сотрудничестве. Я убежден, что сегодня они и в целом за весь период проживания в этом лагере будут обмениваться мнениями, прекрасными идеями для совершенствования норм законодательства в сфере молодежной политики нашего региона. Мы, как молодые парламентария, молодежная палата при Ивановской областной думе готовы это выводить на заседание молодежной палаты на обсуждение. Итак, смена движения первых лагеря строителей стартовала. Рядом со мной социально одаренные участники профильной смены юный парламентарий. Всего их здесь 56 человек. Действуй, наше время пришло. Вместе движением быть. Выбери цель, смело иди. Жить и седать творись. Юный парламентарий, вонос 23. Сразу после линейки отряд первых отправился заниматься до обеда каворкинг. Проходит тренинг по прокачке межличностного общения. Как в мире гаджетов уметь общаться в реале. Потом будет время на заполнение идейных блокнотов. Впереди ребят ждут образовательные интенсивы по лидерству, публичным выступлениям и интересные гости. Ребята здесь будут разрабатывать свои социальные проекты, которыми будут заниматься в течение следующего учебного года. Это будут проекты, связанные с туризмом, и с медиа, и, соответственно, с медиацией, для того, чтобы урегулировать какие-то конфликты, которые могут возникнуть в школе. И ученическое соправление, и добровольчество. Ну, то есть весь спектр интересов, которые есть у ребят. Сейчас движение открыло около 200 отделений по области. Летняя кампания «Время первых» будет продолжаться и в других оздоровительных лагерях региона. Активисты движения поедут туда с образовательными интенсивами. Осенью запланирована еще одна большая профильная смена для тех, кто в движении и хочет быть первым. Наталья Сергеева, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Теперь о погоде. Расскажем, что обещают синоптики на ближайшие сутки. Внимание! Бывалая акция «Карнавал угощений». Текстильный центр «Рио-Иваново» дарит бургеры, лимонад, кофе и текстильные подарки своим покупателям. На каждую тысячу рублей вашей покупки получайте 50 «Рио-рубликов» и обменивайте на вкусные призы. В четверг в регионе нас ждет пасмурная погода. Дождь. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и составит 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Прохладная погода пришла в регион надолго. Правда, осадки, по прогнозам синоптиков, должны закончиться уже в ближайшие дни. Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории, видео, фото направляйте на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс. Звоните по телефону горячей линии 58-77-77. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Продолжение следует...